МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате ремонта нам удалось сократить протечки из туннеля примерно на 30-35%. Это около 100 миллионов киловатт-часов в годовом разрезе. Плюс увеличение безопасности работы туннеля и остальных объектов Ингулигеса. Это, естественно, очень хорошо, но есть другая огромная проблема. Эта проблема создается стремительным ростом потребления электроны в Абхазии. Можно сказать, неконтрольным увеличением потребления в Абхазии. Если раньше мы как-то соблюдали иногда 60 на 40%, как это было договоренность раньше, или 50 на 50, доходными месяцами были где-то 5-6 месяцев в год. И эти доходы, денежные доходы, нам позволяли ввести эксплуатацию грамотную и выдавать зарплаты. В прошлом году отношение изменилось, и наставило 70% в Абхазии, 30% в Грузии. То есть, почти только доходами были 2 месяца. В этом году динамика показывает, что только 3 месяца, максимум 4 месяца будут поступать деньги. И компания стоит перед англостом. Если так продолжится, если не принять меры и не уменьшить потребление в Абхазии, компания «Ингургест» не может дальше функционировать никогда. Скажите, пожалуйста, сколько мощности вырабатывает гидроэлектростанция, и сколько потребляет Абхазия? Я вам сейчас скажу, что май, юн, июль – это сравнительно легкий месяц. Из-за большого поступления в Адин, но начиная уже с августа, когда расход в Адин уменьшается, а потребление растет, «Ингургест» никак не обеспечивает покрытие потребностей в Абхазии. Вот, по нашим подсчетам, в этом году дефицит согласно прогнозного баланса составит 400 миллионов долларов часов. Если добавить три месяца следующего года, доповодка, это январь, февраль, март, то есть середине апреля, еще где-то 800 миллионов долларов часов, то есть дефицит может составить более миллиарда долларов часов. В водохранилище «Ингургест» аккумулировано, вода соответствующая около 546 миллионов долларов часов, 550 миллионов долларов часов, плюс расход в воде в этих месяцах сентября, октября и до середины апреля дополнительно 450 миллионов долларов часов, то есть это 900 миллионов, максимум миллиард при хорошей гидрологии, может «Ингургест» вырабатывать в это время, когда потребление Адхазии, тот же период, больше 1,5 миллиарда долларов часов. Так что дефицит огромный. Дефицит огромный и не только дефицит электроэнергии здесь главная опасность. Сработка водохранилища должна производиться согласно инструкции, которая запрещает сработку водохранилища более чем на один метр в сутки. В последнее время о высоких уровнях водохранилища полностью заполнена. Эту задачу можно решить, но уже со середины, 480 и так далее, объем водохранилища уменьшается. Если в декабре, к слову, у нас по графику должно быть 460 метров уровня водохранилища, на этом уровне 1 метр водохранилища, это где-то 6 миллионов километров часов. А Абхазия в декабре где тратит больше, чем 10,5 миллиарда, это где-то 11 миллионов километров часов. То есть постоянно будет нарушаться режим сработки водохранилища, который может привести к такому обстоятельству, что мы на время в будущем будем вынуждены не заполнить водохранилища. Это очень такой серьезный вопрос, и здесь без ограничений, без импорта электроэнергии из России, скажем так, из других стран, не знаю, просто не обойтись. Я могу вот привести цифры, абсолютные цифры. Вот возьмем 2018-2019 год. Потребление в мае 2018-м году было 100 миллионов 385 миллионов километров часов в Абхазии. В 2019-м 98 миллионов 809 миллионов, ну почти одно и то же, скажем так, 100 миллионов. В 2020-м она вируса до 158 миллионов километров часов. А в 2021-м году, в этом году, потребление в мае стало 28710. То есть по сравнению с 2019-м годом увеличится более чем в два раза, а по сравнению с 2020-м годом более чем на 40%. Та же самая картина в июне. Если в 2019-м июне был 904,877, то в 2020-м году она стала 121,967. А по состоянию 20 дней июне, и вот добавить эти 10 дней, примерно то, что было в этом 20 дней, она видит то 131 миллионов километров часов. То есть это просто один ингургист не хватит этого покрытия, никак. Та же, если Грузия не будет ничего брать, начиная с сентября, у апреля Гургист не в состоянии покрыть те потребления, которые существуют сегодня в Абхазе. Ну, даже не дети, кому тоже понятно, что там существуют проблемы, проблемы очень серьезные. Вот чтобы разрешить их, что Вы предлагаете? В первую очередь, естественно, такие проблемы решаются путем учета электроэнергии. Не заплатив, надо отключить все, потому что электричество, как и все остальные продукты, деятельности человека стоят деньги, и потом большие деньги. Чтобы построить новый один киловатт, надо потратить минимум 1300-1500 долларов. То есть построить мегаваттную станцию, это где-то миллион 500 тысяч долларов. В Абхазии потребляет, в декабре скажем, 400 миллионов долларов часов. Это примерно 100-мегаваттная станция. Ну, как и в суммах идет речь в улететь, да. Поэтому счетчики, жесткий контроль за платежами, и это стоит немалую деньги. Пока этого не будет, надо просто ограничивать. Другого выхода нету. Все равно будет ограничение, когда вода закончится, и будут более глубокие ограничения, более тяжелые, чем запланированные, начиная, скажем, с Сеуля или вот прямо с сегодняшнего дня. Запланированные 2-3-4-часовые отключения, они пройдут более легко. В январе, в феврале отключат на 10 часов, даже с сутками. Когда вот начнется импорт в больших количествах из России, и в водохранилище не будет вода, представим, что случилась авария на линии, отключилась линия импорта. Чем его покрыть, когда води нет? Тогда придется восстановление этой линии, сидеть в полной темноте. Валерий Кузьмин, Вера, что-то вы встречаетесь, встречались с оборудованием на Черноморье, не было какому-то общему знаменателю. Что делать, чтобы живеть? Есть уже такой план. В первую очередь это ограничение. Импортировать электроэнергию, скажем, для самых крупных потребителей, и как в Черноморье говорят, это майнинги. То есть майнинги будут работать, но будут работать на импортированной электроэнергии, по сути, сути, цены. Это облегчит, во-первых, загруженность сети в Абхазии, и потребители будут иметь качественную электроэнергию по напряжению и по частоте, и, соответственно, будет уменьшаться нагрузка на ингуридез. И такие глубокие ограничения и тяжелые отключения не будут. То есть ограничения, приводить майнинги на одну площадку и питать их с окуплением за границей электроэнергию, и еще чеки-то начнут. Вот я могу привести пример. От Ингуридез уходит одна линия на площадку, 110-клвутная линия, и там трансформатор стоит 32 мегаватта. Мегаваттампер, то есть, не проинтересно, но мегаватт, более понятен, верно, наших потребителей. И к нему подключены три района. Целинджинский, Чхородской и Местейский район. До установления счетчиков зимой эта линия перегружился до 45 мегаватт. И мне постоянно отключали, чтобы не повредить трансформатор. После установления счетчиков, введения экономических обоснованных тарифов и жертвого администрирования, 45 мегаватт упал до 16 мегаватт. То есть, более чем, во сплаве, не разумышится потребление. Я уверен, если в Абхазии провести, установить счетчики, тарифы, то потребление катастрофическое, что было в прошлом году, в этом году еще больше ожидается. 2,520,000,000 кг. Оно упадет до 1,5,2,000,000 даже. На половину межица. Но зато у вас будет не 130,000 кг в вашем доме, а будет 220. И ваши приборы будут исправно работать. И холодильники, и кондиционеры, и телевизор, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok